Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения о нарушении порядка проведения ЕГЭ в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение. Записи будут сохранены, их даже смогут пересматривать. Впрочем, волнение выпускников начинается еще до этих слов, например, на этапе подготовки. Дистанционка, то что не ходили в школу, помешала или помогла? Скорее помешала, потому что самому себя дисциплинировать немножко сложно и подготавливаться все-таки проще гораздо с педагогом. Что сейчас чувствуете? Волнение, потому что самый важный экзамен в моей жизни, так как он несущий. В биологии уверена, в математике стараюсь быть уверенной. Уверенность сбивают еще и меры предосторожности. В Минобре говорят, что в этом году выпускники уже успели напугать школьный персонал, хотя ни одного подтвержденного случая пока не было. Из тех детей, которые сдавали в течение трех дней экзамен, у нас заболевших пять человек. Это неподтвержденный диагноз, это заболевшие, у которых поднялась температура от волнения, поднялось давление прежде всего или наоборот упало давление. Чтобы предотвратить настоящее заражение, в школах принимают все меры, если не больше. Например, в 22-й гимназии запаслись антисептиками, средствами защиты и приобрели бесконтактные термометры. Пришлось запасаться частично за счет бюджетных средств. Нам выделял комитет по образованию, министерство наше, частично с помощью хороших наших родителей. Во-вторых, большая роль в этом году у технического персонала. И сегодня они начинают работать в дни проведения экзаменов раньше с 7 утра. Тяжело и учителям. Профсоюз работников образования региона даже обратился к губернатору с просьбой установить единовременные выплаты. Ведь в этом году педагогам приходится работать в сложных условиях. В жару, часами находятся в масках и перчатках. И получают за это копейки. Как нам рассказал председатель краевого профсоюза Юрий Абдулаев, пока документ находится на рассмотрении. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Продолжение следует...